Эти броши я совсем недавно вам показывал, наверное, месяца полтора-два назад я показывал вам эти броши красивые. Дизайнер, который делает их сама, собирает сама. Ой, я по себе знаю, когда я шью платье, сочетаю ткани, дополняю уже вот этими всякими деталями, как я влюбляюсь в это, в каждое платье, я его каждую пролюбливаю. Я представляю, как она собирает каждую брошь и тоже чувствует эту магию рукоделия, вот так красиво и правильно сказать. Да, это большое дело, когда ты вкладываешь, выкладываешься, собираешься, вот эти рюшечки, цветочки, посмотрите, все по отдельности, и видишь итог. А еще, когда люди этим восхищаются, ну, дорогого стоит, я хочу вам сказать. А мы с вами идем дальше, но я еще вам покажу, повторю визиточку. Марины. Марины, как раз-таки, они примеряют что-то из бус, как я вижу. Колье галстук. Алибастер? Колье галстук. А, колье галстук, я слышала, алибастер. Вот она, старость. И здесь еще целая коробочка украшений, тоже будете мерить? Это мои личные, это я буду переделывать, чтобы собрать. А, то есть вы из этих соберете ей что-то еще? Да, это вот Сваровский, такая штука, красивая. Мы вот сейчас придумываем, что нам сделать. То есть вы не стоите тут без дела, а у вас тут процесс творческий? Да, конечно. Надо здесь такой столик и кофе еще тогда, и за кофе вы уже тут обсуждаете. А между делом еще и сделали, да. Ну ладно, все, тогда до новых встреч, ждем нового, что вы сделаете, результат, итог. Пока. Да, спасибо. Спасибо. За чудо не знаю. Ой, сейчас чекну. Ой, стихался. Не знаю, что. Чего это такое вообще лежит? Из чего это интересно? Но долго не будем фокусироваться, да? Это, когда говорили детям, бабайка придет. Вот, наверное, это бабайка и есть. Мы переключимся лучше на ангелочков. Посмотрите, колокольчик с ангелочком, какой хорошенький. Кстати, выполнен похож на гебель. По исполнению, да, по цветовой своей гамме. Очень интересная ваза вот эта. Она как бы переплетена, будто бы ленточками такими, как банты. Вот что я здесь увидел, красивые серьги. Стоят они 1800. Ну, прям, конечно, подходят под мое платье. Красотки. Это хорошая, это ременька по плодиморке. Красотки. А я сегодня одел брошь. Я сегодня... Сейчас попробую, ну-ка, снять себя. Сегодня сейчас... Одел брошь из посылки от Марины Евсиковой. А, она на другой стороне. Да-да, это старая племота. Это старая... Нет, сейчас мне неудобно вам все это сделать. Но, может быть, получится потом. В общем, из новой посылки от Марины Евсиковой на мне брошь шикарная. И когда я пройду вот эти все рынки, тогда уже я буду снимать посылку, распаковку. Ладно, идем дальше. Плочки. Правосудие. Две лампы высоких, больших. Вот скоро лето, все поедут в отпуск. И вот так вот будут сидеть и думать, что же я тут раньше не приехала в этот отпуск. Тут так хорошо. Даже глаза закрыло, как вы увидели. Вот, к этой фигуре не добраться, но она очень красивая. Со скидками. Я думаю, сюда, туда-сюда перетусовывается. Что-то сюда, что-то отсюда, да, она раскупается. Наверное, добавляет что-то новое. Вот эти, кстати, штуки, они для колечек. Колечки снимать свои вечером. А, это наперстки. Коллекции. В домиках своих. Горы, кружев. Скатерти различные. Скатерти и салфетки. Вот это, допустим, 400 рублей. А это у нас кто тут грустит со слезой на глазах. Пьеру. В этом ящичке, сундучке, все по 1000 рублей. Вот, кстати, симпатичная тарелочка. Ангелочки рисует. Вот 1500 она стоила, а сейчас 1000. Ага, вот хорошенькая. Тоже 1500 стоила, теперь 1000. Но в отдел под старину. Ага, балеринка здесь лежит такая хорошенькая. Сейчас мы ее достанем, если получится. Высокая. Девочки в комнату. 1800 она стоила ранее. Здесь по 1500. Шкатулку, вижу какую-то интересную. Но она просто металл. Хотя выполнена, да, прям как будто из камня. Забавно. Там статуэточки есть. Ну-ка, ну-ка, клоун вот тут интересный. Получится достать его? Вот этот вот клоун. По-моему, старенький. Из чего это он? Легкий очень. Орбицианская мельница за 1500. Смотрите, какая яркая. Ангелочек понравился. Вообще обожаю ангелочек вот таких. А этот еще и трубит. Все, что связано с музыкой, для меня теперь родное. И он достаточно большой. 3500 он стоит. Роскошная лампа. Во-первых, она большая, объемная. Во-вторых, вот эти кружева дают такую атмосферу. Боже-боже. Хочется посадить рядом даму в таком же платье, в таком же цвете. Как же это красиво. Ну, а еще здесь, еще есть дамы. Тоже очень красивые. Посмотрите, с чашей. И вот там тоже красивая тарелка. По-моему, 19-й век. Думаю, что очень дорого. Сюда этой тарелочки. Стоит она 4000. Ну, кстати, обычно даже дороже они стоят. Ну, прекрасная, конечно, тарелка. Печать немного размыта. Не совсем понятно, что. И вот здесь краски. Это о чем-то говорит? Что здесь вот наляпаны краски. Не знаю. Но она красивая. Вот если бы вы за сколько взяли ее? За 4 взяли бы или дешевше просить? Дешевле. Дешевше. Но она атмосферная. Она очень красивая. И достаточно большая. Но опять же, овал. Ну, за 2500 бы я, наверное, ее забрал. Ну, в общем, в итоге за 3200 он согласен отдать. Ну, наверное, и 200 скинет за 3000. Что думаете? Добивать за трех? Забирать? Добрался до продавцов, у которых роскошь. Смотрите, гобелины 3 штучки. Вот этот стоит 10. Обычно они на подкладке. Здесь нету. Вот тот с единорогом 12. И вот еще один есть. Но я вам хочу показать... Здравствуйте. Хочу показать вот эту скатерть. А можно ее поближе? Конечно. В скатерть же, да? Да, это скатерть. Это скатерть безвольного кружева. Это Франция. Здесь 20 лет. Она очень-очень большая. Большая. Тонкая работа. Посмотрите. Поэтому она здесь вроде бы сложена. Не выглядит большой. А там много слоев, на самом деле. Из-за тонкости она занимает мало места. Но работа обалдеть. Посмотрите, какой просто прям морозный узор. Очень красиво. Даже боюсь спрашивать цену и не буду. И еще мне у них, конечно же, нравится вот эта вещица. Она, видите, на просвет. Она прям вышивка. Ой, как круто. А я на старенькое. Чудо. Чудо. Вот эта вещь, я так думаю, дорогого стоит. Поскольку бы они ее не оценили. Подсказывает, что это Голландия. Вышивка 19 века. Середина. Да, какая-то знатная дама сидела и старалась. Бояла. Да. Пока ждала мужа с какой-нибудь очередной. Она же дала его с птицей вот этой удачи. Да. Она программировала его на удачу. Очень красивая вещь. Ага, шикарно. И к ней есть родная подложка. Прямо по ней там по бумаге видно, насколько она старая. Ага. Просто мы ее убрали, потому что на просвет намного виднее и понятнее. Вам тогда надо, чтобы она еще и стояла или висела, чтобы прозрачной была. Ну, там, да, очень важное слово, потому что она дает эффект понимания, насколько это сложная. Шикарная вещь. Я бы на вашем месте не продавала себе оставить. Хочется, конечно, но где это все хранить. Ну да, да. А вот еще достают нам красивые вещи. Это что, это тоже вышивка по сетке. Там идет техника в стиле решения, но там она идет с наложением. У нее есть определенные следы хранения. Она одна, да? Да, она. Они все по одной. Вы представляете, это же, так сказать, сложно сохранить. Она как бы дверная получается. На дверь вешали одну? Вероятнее всего. А может быть, это вешалось именно на дверь, а на стену. То есть использовалось именно как... Ведь не было ни обоев, ничего не было. То есть использовалось как украшение непосредственно стен. Ценник скажем? Да, конечно, 35. 35. Ну, сказка. Да. Мечтаем, а после собираем денежку, приходим, покупаем. Очень красивая. И они тематические, то есть она с символикой, соответственно, тоже со своей историей. Ну да, да, да. А я все думаю про тарелочку. Сейчас пойду спрошу, если за три отдастся, то я, наверное, возьму. Цвет. Ну что, скоро Пасха и преддверие. И посмотрите, какие предметы продаются красивые. Сколько же стоит? Сколько стоит? 15. Красивая цена и красивая вещь. И еще вижу у них комплект красивый здесь. Подсвечник. Ух ты. Все это из фарфора. Это кто это? Это Корниловая. Корниловая. Ого. Вот это роскошь. Объясненный набор. Угу. А сколько же он стоит? Если все вместе, то 80 тысяч по деньгности дороже. Угу. Шикарно. Ух ты, ножки какие. Они очень хорошие. Цвет необычный. Цвет приятный, да. Береза. Я же люблю березу. Так, сейчас я хочу вам показать еще вот эту вазочку. Цветастенькую. С ручной росписью. Молочное стекло. По всей видимости. Угу. Так, вот это мне еще нравится у них. Бокал. О, что еще вижу? Сейчас достану. Посмотрите, какая красота. Правда, нету флакончика. А может быть, его и не должно быть здесь, крышечки. Вазочка такая. Угу. Класс. Шикарно. Пудровая. Очень красиво. Тонкая. Интересно, есть там еще. Сейчас вам покажу кольца из перламутра для салфеток. Тоже с вами не встречали. А, ну это нужно всю сточить, всю ракушку сточить полностью, чтобы получили с кольца. Слушайте, ну красиво. Можно было бы сюда какой-нибудь такой еще, какой-то камешек разместить. И вот здесь у них царизм тоже восьмисотые годы. Я вам часто их показываю. У них много фурнитуры. Приятные девчонки. У них всегда народ тусуется, выбирает что-то вот интересное. Монетница или пепельница. Покупаем, создаем магию, магичен. Привлекаем деньги домой. Очень красивая вещь, кстати говоря. А, он с рогами. Вот видите, это там рога у него сверху. Тоже такой, знаете, отпугивает злых духов. Вот еще мордашка. Вижу, вот мордашка. Смотрите, добрались мы до грибочка кузнецов, старенькая. 12 тысяч стоит. Это он прячется от ящерки, гномик. Возможно. Или поймать хочет ее. Может быть. Состояние, по-моему, хорошее, да? Ну, для своих лет у нее неплохое состояние. Она целенькая. Ябра таких дефектов с полуку не нет. Есть небольшие крещники, но опять допускается для такой старшей крещи. Но она вот за счет этого такая даже атмосферная бабушкина, так скажем. Ну, опять надо понимать, что это фаянс. Он не может до нас дойти в таком, в общем-то, качественном виде. В идеальном, как фарфор. Нет, ну это и подчеркивает, что вещь старая. Да. Я не думаю, что к этому должны быть претензии. Она не имеет плема, но имеет номер. То есть номер вещи по каталу. Ну, вещь без сомнений, в общем-то, Кузнецовская. То есть даже никакой доли сомнений. Как и черный? Подошел к чаям. Но черный тоже, да. А что они у вас? Какие чаи? Ты не расскажешь. У нас разные чаи из Индии, Китая, из Тайваня. Это вот Куэр. То есть на все вкусы, да? Да. Интересные баночки и крышечки у вас. Да, спасибо. Первое, что нужно отметить. Так, и что это у вас? Чай заваренный? И что, люди подходят, пробуют, да? Да. Я так понимаю? Попробуют платно. Платно пробуют. Так, и у вас здесь предлагаются как раз-таки к чаю еще и принадлежности, да? Угу. А это тоже с чайницей, да, наверное? Шкатулка. Шкатулка. Шкатулка для чая. Ага. Есть каталог чая советский. Каталог очень много. А, вот этот, да? Каталог по чаю. Каталог. Упс. Какой год, говорите? 56-го года. 56-го. Да, все выпуски самые известные. А что здесь? Как заваривать или что? Или где собирается? Вся история про чай. Технологии производства, ага. Какие в Советском Союзе пускались чни, как заваривать, как хранить. Вот вам тоже надо такую пару пачечек найти сюда для афишки. А, ну надо, чтобы у вас стояло. У нас другой чайник. Так, это вот ваши визиточки, да? Да. Татьяна Ефимова. А у вас доставка есть? Доставка есть. И они у вас намешаны, да, с разной сорта? Да. Вернее, ну что-то такие с ароматами или что-нибудь здесь у вас? Это называется Супер Типс. Это классический, элитный байковый чай. То есть, такой черный, вкусный. Ну, я думаю, что все вкусные. Просто кусты. Просто дарят весна. Это не просто кусты. Это природа дарит нам праздник. Это натуральные, да. Очень красиво. Нежные листочки распустить. Посмотрите, какая прелесть. Часы, да. Часы, да. А вы поставили их давно сюда? Вчера. Вчера? Надо было еще раньше, они, наверное, еще больше распустились, да? Да? За ночь пришли, наверное, они больше достали. Да, еще больше, конечно. Да, в воде, красиво, да. И скоро Пасха, поэтому так все у нас всегда. Ну, здорово, молодцы. Так, ладно, все, визитку показал. Да, спасибо. Все показал. Хотите вот так вот чай? Тарелочки ЛФЗ. Что еще у вас? Вот эта вот, кстати, редкая тарелка ЛФЗ. Я такую не встречал еще. Это для кофейной пары. А, кофейная? Да, это кофейная. Там можно и чай. Я бы не сказал, что она маленькая. И можем угостить вас чаем. Давайте, давайте. Допустим, вот этот пакетик стоит 800 рублей, и именно Пуэр. Пуэр правильно произношу, да? Да. Да, да, с 12 лет ему чаем. 12 лет ему. Да, и... А он, допустим, сколько? Чай с урсеком, он за 600 рублей. 600. Ну и тоже уже потом тусовать их друг с дружкой можно, да? Свои вкусы делать. В общем, попробовал чай, очень вкусно, ароматно, и побежал дальше искать для вас винтаж и антиквариат. Но они, кстати, уже все собираются, но многие. Но народ еще тусуется, поэтому я еще засниму вам что-то. А это салонка или для чего она? Я так и не понял. Непонятно, по куда красоты. 1500 стоит. Есть клейма. Хорошенькая, достаточно ракальная такая. Это салонка, здесь все рассыпется. Либо орешки можно, допустим, положить, либо украшения. А соль же она. Ну это понятно, да. Размером просто как салонка, поэтому предполагаешь, да? А потом уже, ну конечно, ну скорее всего для украшений. Ну, можно орешки там пранить, случайно, на столе. Для украшений, да, возможно, и порежки. Пряжка такая сколько? 1000 рублей. 1000 пряжечка. А, ново дело? А выглядит как будто его нарыли. Выглядит, да. Глубоко из земли. Ну, будем говорить, такая музейная копия, к примеру. Вот человек делал. Угу. Такий замочек старого образца. Не редкий, размер нечастливый, да. Ну, может быть, для вас не редкий, но на антикварных рынках редкий. Старенький достаточно. Легкий, кстати. Да, 150. Двести лет цыганка мне жизни нагадала. Жизнь и чашу полную, сытость без хлопот. Но благодать и двести лет, ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви и тревогу. Нагадай в глаза врагам смело заглянуть. Верного товарища в дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь. И еще, 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 еще чего-нибудь.